Приветствую всех! Друзья, вышла новая карта Ньюса и сегодня мы посмотрим на топовейший геймплей на ней от Фейца с развалом сквадов соло, с красивыми клатчами, закрывашечками, короче, все будет как надо. Поэтому располагаемся поудобней, приготовляем вкусняшки, просто напоминаю про лайки и комментарии, они очень помогают видосу в продвижении. Ну и конечно же небольшая рекламка и мы сразу же погнали! Ну а спонсором данного видео является компания 1Х. Если вы увлекаетесь спортом и киберспортом и хотите подогреть свой интерес при просмотре матчей, то вам именно к этим ребятам. А по промокоду ИРАКЕС вы сможете получить бонусом аж до 32,5 тысяч рублей, просто представьте! Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. Всем удачи и спасибо! Как всегда, максимально высокий уровень игры от данного парняги. Вообще карта, кстати, при первом взгляде мне напомнила из Ньюстейта локации. Какие-то вот они выполнены, на мой взгляд, в похожем стиле и выглядят достаточно прикольно, достаточно интересно. Ну и всегда что-то новое. Новая карта, новое оружие, режимчик, еще что-нибудь. Это всегда добавляет интереса к игре. Хочется попробовать, посмотреть. Здесь пока у соперника прям проблемы. Хе, бедный парень запутался, не знал, что ему куда делать. Народу здесь, походу, пока немного, потому что вот мы видим на топ-11 4 фрага у фейца. Это что такое вообще? Что это? Куда, куда летели все эти патроны? Где дамаг? Играч это вообще не захотела засчитывать урон. Вот что мне нравится в фейце, это то, как он двигается. То есть вот посмотрите, как он круто мансит. Вообще, во время перестрелок не остается на одном месте и все время как-то так обтекает пули, как Нео. Попасть по нему реально тяжело. Закрывает соперников из-за круга. Зона пока что еще не бьет особо сильно. Ну и такой вот забавный моментик, что обычно зона закрывает тех, кто остался за ней. Но вот здесь за счет хорошей стрельбы фейц, конечно, вывозит. Ой-ой-ой. Ну и вот, да, опять же, посмотрите, вот постоянно на такой какой-то суете. Сам пишет, что карта выглядит очень красиво. Ну, в принципе, неплохо. Трава невысокая, вот это кайф. Лучше карта в PUBG Mobile, это чтобы все было зеленое, потому что всем это как-то нравится. Но при этом, чтобы трава была не сильно высокая и не сильно густая, чтобы там нельзя было лежать. Вот, пожалуйста, идеальный вариантик. Неплохо вот здесь, кстати, обратите внимание на расстановку приоритетов. Сначала нокнул одного того, который был ближе, и тут же сразу же спрятался от второго, не дав себя зажать в бутерброд. Потому что соперники явно хотели это сделать, явно пытались задавить его с двух сторон. Но результат вы сами видите. Здесь, правда, чуть не напоролся на гранату. Надо быть в этом плане осторожней тоже. Менять позиции, не вставать туда же, откуда ты выглядывал только что. Хорошо зажал в угол. Вот опять же, повторюсь, когда ты это говорил, но тем не менее, если кто играл на каких-то более серьезных ивентах, чем просто обычный паблик, тот поймет, о чем я сейчас. Когда ты играешь против реально сильных игроков, против там полупрофессионалов или профессионалов, ты прям чувствуешь этот нереальный прессинг. Ты вроде делаешь все то же самое, как и обычно, но тебя, сука, зажимают как-то так бешено. Просто там давят, летит граната. Как-то на тебя выходит, как-то при фаере, еще что-то. И ты буквально как будто бы зажимаешься в угол. Ты не знаешь вообще, что делать. Ты думаешь, теряешься. Вот просто вот этим прессингом они и отличаются. Так вот, когда против тебя реально жесткий соперник, он сам контролирует ситуацию и не дает тебе вообще что-то сделать. И, естественно, против такого... О-о-о-о! Хорошая башка с арбалета. Против такого нужно уметь играть на опыте. И сразу это не приходит. Ну и понятное дело, что вот на обычном матчмейкинге игроки к такому не готовы. Неплохо накидал смачок. Пытается, пытается доиграть с арбалета. Но пока что-то не получается дать хорошее упреждение. А-а-а! Как же обидно. Что с этим чуваком? Почему он бежал спиной к врагу? Никогда нельзя делать. Во, сейчас напишет арбалет. Один в три следующий. Так, не в голову. Кстати, почему-то только сейчас подумал. Было бы прикольно. Горящие стрелы в арбалет. Вот ты увидел наконечник. Уфейца. Такой какой-то светлый. Интересная была бы темка. Типа поджигает соперника. Ну или лук такой вот сделать. Прям прикольно. Вот это было мощно. Ну и да, конечно. Плюс арбалета, что тебя вообще не слышно. И из соперников никто не понимает, где ты. Что-то это он по фейцу пытался дать преф или что? Говорит, вот эта позиция супер жесткая. Ну вообще да, если хорошо мансишь между вот этими двумя клумбами, то в принципе можно очень много суеты навести. Но, видите, много окон вокруг. То есть тебя с разных сторон могут прострелить. Если играешь соло против сквадов, то Будет достаточно тяжело. Ну, стрельба уфейца, как всегда, на высочайшем уровне. Просто Все летит туда, куда надо. Но, как мы видим, катки такие не с большим количеством фрагов. Так что, походу, на ютубе Ньюсу мы будем видеть редко. Ну или, может быть, кстати, это только вот фейц так. Он же на более-менее нормальных рангах накатывает. Если на бронзу зайти, то можно, наверное, двадцаточку накидать. Челы, конечно же, так сумбурно бегают. Вот это тоже такой прикол. Всегда замечаю, вот как только по какому-то скваду начинается атака, вместо того, чтобы занять позиции и сидеть, чуваки начинают бегать. Ну, знаете, вот это начинается, типа, а где он? А я его сейчас закрою, а у меня на него нет угла. Типа такая какая-то, такой какой-то момент в башке, что если по тебе начинают по тиммейту стрелять, то ты сразу же должен начать стрелять в ответ, теряя позицию. Хотя, естественно, в этой игре нет ничего важнее позиции. Вот мы видим, что так это и работает. Челы просто выбегают. Ой, как же, блин, как же приятно раздавать вот эти вот головы с арбалета. Просто кайф. Ха-ха, и чувак такой уверенный в своей неуязвимости, так скажем. Но вот, правда, фейс в бошку не попал, а так было бы максимально круто. Все еще не палится. Его все еще не видно. Чел пробрасывает еще 10 смоков. Опять же попал! Слева там кто-то лег. Хорошо. Плюс башка еще одна. Какой же кайф. Гранатка разогрета нормально. Добил того, кого нокнул первым. Вот этот Мими. Еще одного добивает. Ага, вон он слева нашел. Чувствует, что у него преимущество по хп, поэтому вот окрашит. Наверное, низко. Нет, идеально. Глянь, как он четко чувствует упреждение. Но это какой-то имба арбалет, да? То есть он сильнее, чем обычный. Я думал, просто моделька поменена. Но он явно стреляет на более дальнюю дистанцию. Но это прям кайф. Слушайте, давно пора, мне кажется, было апнуть, так сказать, арбалет. Именно в плане баллистики, в плане дистанции, чтобы он стрелял на более далекие расстояния. Потому что реально круто. С него было бы играть и использовать его. Ну, реально, как часто кто-то использует арбалет? Да пару раз в тысячу дней, там, лет. Вообще. Никогда, короче. А здесь мы видим, что он реально эффективен. Это бесшумная снайперская винтовка, по факту. Ну, естественно, с ограничениями для баланса. Но, тем не менее. Вверху чел. Слышно было, как спрыгнул. Ну, да, вот опять же выбегает. Вот че ему мешало из-за стеночки выйти на префайре и зайти обратно? Да хрен его знает. Ну, вот. Вышел, сдох. Зашел спрей. Было видно, что хорошо контролят, но... Просто не справился с трекингом. Вот здесь гораздо получше полетело. Прям намного лучше. Ой-ёй. Воу! Вот это прям вообще было просто шикарно. Все в одну точку пошло. Перец, конечно, вот тут вот бешено зажал. Посмотрите, как он кайфует с этой позицией. Вот эти вот цветочные кубы для него просто идеальнейшее место, чтобы потусить. Слышно очень много топота. Сразу два или три. Вот такой десант был немножечко, знаете ли, опасный. Так-так-так-так-так. Размансил. Размансил. Опа! Подожди, это че такое? Че-то я не понял. Это новый дробовик какой-то? Типа ДБС, а только дальнобойный? Или что это сейчас было? Пояснительную бригаду в комментарии, пожалуйста. Че за дробик? Ну, выглядело прям интересно. Это полудробик, полуснайпер или что? У него два каких-то разных патрона, вот я вижу. То есть один от дробовика, а второй пулевой как-то. Я знаю, в реальной жизни в ствол дробовиков можно засунуть пулевой патрон. Он довольно-таки высокого калибра и бьет на какую-то определенную дистанцию. Никогда, если честно, не понимал, зачем это нужно. Но, может быть, он достаточно мощно накидывает. У него там какая-нибудь пробиваемость высокая или что-то еще. Так, какой-то такой пук. И все. Идет чела. Попал. Но он и не заметил. Петь такой чисто ниндзя-убийца. С этим арбалетом. Один в два остался. Вон они оба. Единственное, что неприятно, он не в зоне. Но и чел на холме не в зоне. А до сюда не. Чел на холме уже и на ногах не стоит. Так. Да вылазь. Да вылезай. Ай-яй-яй. Вот чисто в ручку накинул. Хороший, хороший топ. Не арбалет? Прям кайф на этой карте. Тут еще все такое. Ну вот, деревья, открытые пространства, камни. Чуваки вообще не будут знать, откуда по ним стреляют. Прям бомбовая тема. Оп, я не попал. Так, зона поджимает. Хорошо. Так, один, да, остался? Или двое? Только сейчас они узнали, где фейтс. Но он может спокойно поменять позицию. Чел, куда ты смотришь? Ты из другого склада или что? 2-2-1 он остался? Чувак вообще смотрел не в ту сторону совершенно. Говорит, когда они уже пофиксят джампанч. То есть, передвижение прыжками. Да, вот его не слышно совершенно. Нокает еще одного. И до свидания. До свидания. Ну давай. Ха! Как же, как же легко он их щелкает. Просто. Но видите, самое главное против сквада соперников, это их обмануть. То есть, они вообще теряются, ничего не понимают. Джампанчи. Вот еще и арбалет очень жестко в этом плане помогает. Гранатка какая-нибудь. Байтовый смог. И спокойненько. Приносят тут народу. Что-то фейтс сейчас подфармит, так сказать. Запутался. Да, почему все нокнутые? Хороший вопрос. Что ж, запутался? Так, тиммейта нокнули неприятно. Ну вроде там разберутся и без него фейтс. Фейтс пока что занят. Рашим оппонентов. Опа! Блин, как же хорошо. Да, вот глядя, у него тут как будто бы огонь горит. На стреле. Горит. Так а что, она поджигает или нет? Я вот прям сейчас увидел, но прям интересная была бы темка. Что попадаешь в оппонента и его поджигаешь чуть-чуть. Пусть сразу хилится. Или помирает. Как-нибудь так сделать, чтобы было время там сожрать бинт, например. Пови его. О, попал. Подожди. Хорошо. Как же, как же он стреляет, чел. И это еще на асах, посмотрите. Не, ну конечно же, фейтс, как всегда, не подражаем. Но я, друзья, надеюсь, что данный видос вам понравился. Спасибо огромнейшее, что досмотрели его до конца. Как всегда желаю всего самого наилучшего. Счастья, здоровья и удачи вам. Напоминаю, что я каждый день стримлю на Твиче. И буду безумно рад вас всех там видеть. Приходите. Ссылка есть в описании. Я жду. Ну а на сегодня все. Ну и, конечно же, следующее видео уже совсем скоро.